Время новостей. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Больше 120 фактов нарушения экологического законодательства выявили надзорные госорганы Алматы в прошлом году. Уровень загрязненного воздуха в южной столице порой в разы превышает допустимый. Что делать, выяснял Оскар Сергалеев. Город утопает в густом смоге. Это обычная картина для Алматы, за исключением редких дней, когда выпадают обильные осадки. Но, увы, даже в такие дни любоваться красивым видом приходится недолго. Через каких-то два, максимум три часа прекрасная панорама исчезает, словно мираж. И взору наблюдателя предстает совсем иная картина. Больше 700 тысяч автомобилей и десятки предприятий топливно-энергетического комплекса, которые зимой работают на угле, стремительно наполняют воздушный бассейн города вредными веществами. Отсюда и значительное превышение предельно допустимых норм концентрации. В прошлом году работники городского департамента экологии выявили больше 120 фактов нарушения экологического законодательства. Наложено 127 административных шарфов на общую сумму 16 миллионов 720 тысяч тенге. Также было предъявлено 49 предприятий по возмещению ущерба на общую сумму 57 миллионов 86 тысяч тенге. Больше всего достается жителям центральной и нижней части города. Именно тут чаще всего возникают автомобильные пробки. Как результат, к выбросам ТЭЦ добавляются вредные вещества выхлопных газов. В итоге в этих районах зафиксировано превышение ПДК по всем показателям, особенно по диоксиду азота. Ну а жители окраин чаще всего дышат пылью. Это данные КАЗ Гидромета. 11 автоматических постов этой организации делают замеры каждые 20 минут. По итогам 2018 года индекс загрязнения атмосферного воздуха равен 6. Это по градации относится второму уровню загрязнения. Это повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Алматы на шестой строчке индекса загрязнения до критической отметки еще в 8 пунктов. И такой воздух прежде всего сказывается на здоровье граждан. Хотя в этом году впервые количество болезней, связанных с плохой экологией, в Алматы снизилось. На сегодняшний день заболевания органов дыхания, которые были всегда на первом месте, по результатам 2018 года пошли на снижение. То есть меньше людей у нас заболело с заболеванием органов дыхания на 6%. Это маленькая победа, говорят медики Алматы. Первый эффект – обновление парка общественного транспорта и организации движения, в котором снизили количество пробок. Но говорить о серьезных результатах, пока теплоэнергоцентрали работают на угле, а автомобили на топливе низкого качества, увы, не приходится. Оскар Сергалиев, сержант Жумабаев и Эдуард Кон, Алматы, Хабар-24. Всего за месяц полицейским Алматинской области удалось задержать 4 организованных групп скотокрадов. Преступники промышляли в нескольких районах. Последнюю банду так называемых бармтачей удалось задержать буквально на днях в селе Щелек. Скотокрады угнали у местных фермеров 86 лошадей. Часть поголовья уже найдена у скупщиков. Сейчас подозреваемые помещены под арест. Ведется следствие. Всего же за январь в области уже зарегистрировано более 100 фактов кражи скота. Я студент. Нужно было оплатить учебу в УЗИ. Средств на это не было. Друзьям тоже нужно было оплатить проживание в съемной квартире. Поэтому решили украсть скот и продать. Все участники преступных групп содержатся под стражей. Их проверка на причастность к другим преступлениям продолжается. Уголовное расследование по каждому из фактов находится на особом контроле областного департамента. На юге Индии в городе Бангалор сразу после взлета разбился учебно-тренировочный самолет. В результате крушения погибли два человека. Оба пилоты воздушного судна. Один из них скончался после госпитализации. Сообщается, что летчики катапультировались. Однако было уже поздно. Самолет не успел набрать безопасной высоты. Причины катастрофы пока неизвестны. На месте трагедии работают спасатели. Тем временем правительство Франции привлекло военных для борьбы с распространением африканской чумы свиней. Предположительно, вирус может попасть в страну из соседней Бельгии, где уже были зафиксированы вспышки заболеваемости среди диких кабанов. Об этом заявил министр сельского хозяйства Франции. По словам Диде Гиома, армия окажет материально-техническую поддержку охотникам, которым поручено уничтожить 600 парнокопытных в районе французско-бельгийской границы, где уже был обнаружен вирус у одного животного. При отсутствии военного давления боевики Тегил могут отвоевать Сирию менее чем за год. Об этом сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на доклад Пентагона. Документ составлен на основании данных, полученных от американских военных правительственных организаций США. Согласно отчету, в условиях вакуума власти в стране террористы смогут восстановить халифат за 6-12 месяцев. Отмечу, Соединенные Штаты Америки и их союзники проводят в Сирии и Ираке операцию против Тегил с 2014 года. В конце прошлого глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что войска США будут выведены из Арабской Республики в связи с победой над террористами. Между тем в Южной Корее обнародованы секретные документы о нарушениях прав человека в КНДР. Архивы переписок между Польской национальной разведывательной службой и северокорейскими органами безопасности представила правозащитная организация «Гражданский альянс за права человека в Северной Корее». Спецслужбы Пхеньяна и Варшавы сотрудничали с 50-х по 90-е годы прошлого века. В 1998 году доступ к этим секретным материалам был открыт. Среди документов есть информация о социально-политической ситуации на Корейском полуострове, военной мощи страны и дела порядка 200 человек, среди которых есть и данные об американских и британских заключенных, содержавшихся в КНДР. По словам представителей Гражданского альянса, архивные материалы помогут осветить работу аппарата коммунистической безопасности и доказать его причастность к серьезным нарушениям прав человека. Проблема динокляризации Северной Кореи и переговоры о мире имеют приоритет, поэтому проблемы с правами человека в Северной Корее не рассматриваются и не обсуждаются. И это большая проблема. Я хочу подчеркнуть, что настоящего мира не будет, если мы не будем обсуждать права человека в Северной Корее. Италия вступила в рецессию. Внутренний воловой продукт страны снижался последние полгода. Прогнозы властей на ближайшие месяцы неутешительны. Ожидается, что показатели ВВП продолжат падать. Итальянский премьер Джузеппе Конте заявил, что нынешняя экономическая ситуация в стране вызвана торговыми войнами. При этом политик подчеркнул, что сейчас страна должна сосредоточиться на перезапуске своей экономики. Отмечу, у Италии крупнейший внешний долг среди стран Евросоюза, превышающий 2 триллиона 300 миллиардов евро. Общественный транспорт в перенаселенной столице Филиппин не справляется с потоком пассажиров. На помощь приходят так называемые троллебои, операторы самодельных дрезин. Для многих из них это единственный способ заработка. В час пик по железнодорожным путям проезжают десятки таких тележек. Из удобств там, разве что зонтик от палящего солнца. Один из главных минусов этого транспорта – экстренные остановки. Иногда пассажирам приходится буквально вскакивать с места и пропускать настоящие электрички. Но пассажиры не жалуются, работа троллебоев нелегальна. Из мер безопасности максимум – оранжевые жилеты. При этом водители дрезин уверяют, что за десятилетия существования этой профессии ни одного столкновения с поездом не было. Разумеется, мы очень боимся электричек. Поэтому иногда после смены шея просто отваливается. Нужно же постоянно крутиться, следить за ситуацией на путях. В столице Филиппин Маниле проживают, к слову, 13 миллионов человек. Почти всем нужно добираться на работу, но поезда с таким пассажиропотоком не справляются. Плюс из-за недостатка финансирования официальному перевозчику пришлось даже сократить две трети городских маршрутов. Депутаты мажориста парламента встретились с работниками цементного завода в Шилийском районе Хазалардинской области. Казахстанско-китайское предприятие мощностью 1 миллион тонн продукции в год введено в эксплуатацию в конце прошлого года. Продукция предприятия уже пользуется спросом в нефтегазовой, атомной и космической отраслях. Депутаты отметили, выгодность проекта 95% сырья добывается здесь же, в Шилийском районе. Цемент пойдет на обеспечение спроса на внутреннем рынке. Третье объема готовой продукции планируется экспортировать в страны Центральной Азии. Нас обрадовал тот факт, как решен вопрос с кадрами. Проект внес огромный вклад в решение безработицы сельской молодежи. Так, около 100 местных молодых специалистов прошли стажировку на цементном заводе в Китае. Еще трудоустроено 80 выпускников индустриально-аграрного колледжа. А с момента открытия этого завода создано 260 рабочих мест, причем 80% это местные кадры. А в Сырымском районе Западно-Казахстанской области состоялись первые соревнования среди охотников. Организаторы первенства провели состязание в живописнейшем месте Булан, богатом на разновидности животных и птиц. Зрители смогли воочию увидеть, на что способны охотники и их верные питомцы. Казахские гончие собаки породы таза. Мы хотим возродить традиции наших предков, которые в старину любили заниматься охотой. Таким образом, мы ни в коем случае не призываем истреблять животных. Наоборот, хотим заинтересовать молодежь, чтобы они берегли природу, узнали больше о птицах и животных, которые водятся в нашем крае. Знаменитые артефакты вдохновляют казахстанских ювелиров на создание уникальнейших национальных украшений. На примере одеяния золотого человека, найденного в Исыкском кургане почти полвека назад, мастера называют это синтезом фантазии и таланта. Подробнее о находке, которая изменила ход мировой истории, и раскрыла тайны Казахской степи в материале Ирины Панфиловой. Потихонечку собираю. Я думаю, через дней пять они будут готовы. Вот так, без резких движений, кропотливо ювелиры корпят над своими шедеврами. Сегодня для того, чтобы создать любое изделие, мастерам в помощь множество технологий. В древности такого не было. Но художественные творения наших предков не уступали в красоте и изящности. Более того, теперь уже артефакты поражают наше воображение и удивляют изысканностью. У таких, как Бахтияр Артыкбаев, всегда должно быть хорошее зрение, ясный ум и теплые руки. Ювелирным делом он увлекся 25 лет назад. С тех пор в небольшой мастерской рождаются необыкновенные красоты вещицы. В основном национальные украшения. На них мастера зачастую вдохновляют шедевры прошлого. Один из ярких примеров безграничного таланта и трудолюбия – обличие Исыкского золотого воина, говорит Бахтияр. Я поизучал, как это сделано. Там такая стилистика, надо быть достаточно серьезным художником. И потом, как ювелиры, это сложная работа достаточно. Потом еще в золоте. И меня удивляет, как они вообще это делали без этих условий. Ну, снимаю шляпу, да? Я вот так не смог. Я уже без света, у нас все закрывается. Благодаря сенсационной находке, мировая наука смогла иначе взглянуть на наши истоки. Грани великой казахстанской степи заиграли по-новому. Золотой воин, найденный в Исыкском кургане почти полвека назад, позволил больше узнать об интеллектуальных традициях и быте казахского народа. Раскрыл секреты самой древней письменности. Подчеркнул эстетику кочевой цивилизации. Казахстан называют музеем под открытым небом. И это на самом деле так. У нас огромное количество древних памятников всех археологических эпох. И, наверное, Казахстан в данном случае имеет очень выгодное положение в том смысле, что именно на территории Казахстана можно изучать любые проблемы, начиная с проблем вообще появления рода хома, то есть антропогенеза. И средневековье, это древняя тюркская эпоха. Для археологов Исыкский курган стал настоящей золотой жилой, ведь это первое погребение, найденное в Казахстане, куда спустя сотни лет не ступала нога человека. На месте захоронения экспедиция обнаружила несметные сокровища. Больше четырех тысяч пластин и блях из чистого золота и предметы быта. Сегодня экспонат, изменивший ход мировой истории, как зенитцу ока берегут хранители Национального музея страны. По значимости, это второй экспонат после Тутанхамона, не только в Казахстане, но и в Центральной Азии. И гости музея, в основном это студенты, школьники, иностранцы, хотят увидеть золотого человека, так как он является символом независимого Казахстана. Это бренд Республики Казахстан. В прошлом году ознакомиться с экспонатом смогли и те, кто далеко от Казахстана. Золотой человек впервые покинул стены Национального музея и отправился в путешествие. Воины провезли по музеям шести стран. Вместе с важной исторической находкой иностранцы увидели и другие яркие открытия казахстанской археологии. Ирина Панфилова, Нургалима Мырбаев, Хабар-24. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. Хорошего вам дня. Редактор субтитров А.Семкин